Ни для кого не секрет, что рост авиакомпании Flyer Stun на рынке произошел стремительно. Люди на ура восприняли возможность путешествовать по Казахстану по цене поезда или даже автобуса с тем же уровнем безопасности и комфорта присущим бренду Air Astana. Но, к сожалению, на рынке сложилось искаженное восприятие двух авиаперевозчиков, в частности, непонимание причастия Flyer Stun к авиакомпании Air Astana. Поэтому задача перед командой сформировалась так. Донести нашим пассажирам мысль о том, что это два бренда одной авиакомпании, а наша главная ценность — это человек. Его безопасность, комфорт и благодарная улыбка от точки А до точки Б. Мы просто решили признаться в любви тем, кто уже давно выбрал нас. Среди мыслями, безумно, 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 безумно. Людям разных возрастов и национальностей, которых объединяет одна общая цель — увидеть и обнять своих родных и близких. 13 разных улыбок по 13 направлениям Казахстана. Для того, чтобы раскрыть историю каждого персонажа, мы сняли ролик. В начале 2000-х у бренда DAV вышла реклама, где впервые модели 90, 60, 90 были заменены образами реальных женщин. И, как писал Харуки Мураками, несовершенство привлекает именно своим несовершенством. Поэтому герои, которых мы искали, — это собирательный образ из харизматичных и интересных людей. Рыжий мальчик в веснушках, девочка с носом картошкой. Такая привлекательная нестандартность. В этих людях мы узнаем себя. Планирование началось с гайдов, по которым выбираются модели, локации и готовятся реквизиты. Модели отбирали от 5-месячных младенцев до собак. Кастинг для них очень жесткий, они должны соответствовать референсу. Но креативный директор в самых обычных неприметных людях может увидеть и димингу, раскрывая их новые таланты. Мне было трудно сказать людям «нет». Мамочка малышей, хозяевам питомцев, пожилым людям. Но я думаю, меня можно понять, потому что мы рисковали съемками, дорогим оборудованием и коротким зимним световым днем. Поэтому думать приходилось не о романтике, а о том, выдержит ли ребенок нагрузку, не устанут ли бабушка с дедушкой, в конце концов, будет ли настроение у собаки. Было нелегко сказать маме-младенце, что их ребенка не будет в ролике, что он не подходит. В целом, выбирать всегда сложно, особенно среди множества достойных претендентов и обворожительных малышей до года. Съемки происходили на трех локациях – отельный отель, улица Панфилова и оранжерея на территории станции юных натуралистов. Фотостудию мы выбирали заранее. Она была очень светлой и уютной. Отель для видеосъемок мы выбирали по такому же принципу. Проект «Смайл» мы снимали в перерыве между съемками нового самолета Long Range A321neo и на контрасте со сложными бортовыми условиями мы просто поверить не могли, что находимся в теплой, просторной, уютной студии, в атмосфере звонкого смеха и музыки. Улыбки сделали свое дело. Так, у нас сегодня съемочный день в студии. И эта съемка посвящена рекламной кампании, объединенной для Airostana Group, для FlyerStana и Airostana. В концепции для этой кампании выбрана улыбки, то есть мы хотим затронуть сердца людей. Поэтому мы собрали 13 человек, которые символизируют 13 направлений FlyerStana. И максимально мы сегодня пытались их рассмешить, сделать их настроение классным, для того, чтобы получить те самые эмоции, которые напрямую заденут души наших пассажиров. На территории отеля нам удалось снять 9 разных сцен, а на территории рейнджереи воссоздать атмосферу лета в середине декабря. Очень непросто у совершенно незнакомых друг к другу людей вызвать добрые и искренние эмоции и добиться той самой лучезарной улыбки. Мы и сами испытали все те же чувства. Смех всегда присутствовал на съемочной площадке. Самое сложное для меня во время съемок — это аккумулирование энергии. Я понимаю, что от моего настроения зависит настрой команды. И мне приходится наполовину быть аниматором, чтобы подарить людям радость, а наполовину — строгим режиссером на площадке. И уметь быстро переключаться между этими ролями. Далеко не всегда это получается гладко. Я начала переживать, когда в комнате для героев одновременно сидели 7-8 мамочек и их маленькие дети. Я думала, что будет шум, бардак, и они начнут жаловаться. Я на наших моделей смотрю, как на пассажиров. Они должны улыбаться. Бабушка, убежа на па, которую мы старательно пытались развеселить, в итоге рассмеялась так, что невозможно было остановить ее звонкий смех. Во время отбора все 50 кадров с ней получились удачными. Было очень весело, когда дедушка изо всех сил смешил своего серьезного внука-младенца для эпизода в ролике. Весь процесс съемок был очень занимательным. Работа с детьми, собаками и людьми разных возрастов. Я отвечала не только за организацию, но и за одну из моделей. Моя собака приняла участие в съемках. Одной из моих задач было найти устройство, которое создаст эффект летнего дождя в декабре. В процессе поиска я узнала о множестве садовых леек, о процессе подачи воды к их садовым растениям, о системе водоснабжения и многое другое. Мне попались самые нестандартные предметы реквизита – радужный зонт, желтый дождевик и шапка Малахай. В ролике «Сма» звучит композиция саганом сены дос мукасан. Слова «Кельсеншимаган» буквально доходят до сердца. Эта песня – настоящий бриллиант, который по разным причинам был потерян для современного слушателя. И когда мы обратились за правом использования песни, нам предложили сделать новую запись. Но мы отказались, потому что звучание пленки, прошедшей через поколение, обладает особой энергетикой и звучит совершенно по-новому в наше время. Это один из моих самых любимых проектов, потому что он очень живой, и цель у него блага, что в свою очередь вдохновляет и мотивирует, даже если у тебя не самая большая роль в проекте. Благодаря сплоченности команды всю рекламную кампанию удалось снять за три дня. День на фотосъемку и два дня на съемку ролика. Для этой рекламной кампании мы выбрали поэтапную стратегию и начали с наружной рекламы, соцсетей, рекламы в кинотеатрах, бортовых журналах и прессе. Затем создали маски в Instagram, а затем и станции метро, и кабинки Шамбулак засияли нашими улыбками. На мой взгляд, рекламная кампания прошла на ура, как среди пассажиров, так и среди коллег. Люди плакали во время просмотра ролика, а после его завершения ощущали себя чуточку счастливее. Главный результат – это положительная обратная связь наших пассажиров. Здесь нет спецэффектов, дорогих кинокамер, локаций в золоте или топовых актеров. Но здесь есть доброта, искренность, простой универсальный код человечества. Улыбка – это первое, что видит человек, когда приходит в этот мир. Улыбки любящих его людей и улыбки тех, кто нам дорог, кто нас ждет – это наша броня в современном мире. С улыбкой мы встречаем наших пассажиров, и они улыбаются нам в ответ. Насколько нам удалось донести эту мысль, судить зрителю. Субтитры создавал DimaTorzok